Продолжается визит представителей Южной Кореи в областную столицу. Возглавляет делегацию посол республики в нашей стране Пак Рубёк. Это его первый деловой визит в новой должности. Накануне уже состоялась биржа контактов. Сегодня гости посетили ведущие предприятия. Что ищут корейцы в краю тюменском, узнал Дмитрий Чашков. Мы являемся самым крупным и перерабатывающим предприятием в Уральском федеральном округе. Без лишней скромности и только факты. В Тюмени впору открывать бизнес-туризм по нашим инвестиционным местам. На Антипетском нефтеперерабатывающем заводе очередная экскурсия для почётных гостей. Внушительные делегации из республики Кореи во главе с послом тут не только из любопытства. Нам показали оборудование завода. Всё сделано на хорошем международном уровне, по современным стандартам. Поэтому, когда я вернусь в Москву, вся информация будет собрана, проанализирована и отправлена ко мне на родину. Чтобы представители нашего бизнеса изучили возможности сотрудничества с тюменскими компаниями. Второй на очереди завод «Бентек». Тут уже вместо «Здравствуйте» «Хэллоу» и речь о ином сотрудничестве. Полностью иностранные инвестиции. Хотите посмотреть, как живётся бизнес из-за границы в Тюмени? Пожалуйста. Конечно, не сразу всё устроилось, но со временем предприниматели взглянули на нас другими глазами. Пример из жизни от губернатора во время рабочей встречи накануне. Инвестор приезжал в Тюмень, который уже инвестирует и готовится инвестировать ещё в один проект. Он сходил, спортивный достаточно человек, побегал на набережную. Что ему бросилось в глаза? Даже не сама набережная, не сама её красота, а лица людей. То есть у людей было прекрасное настроение, многие гуляли, улыбались. И вот такая атмосфера, она уже влияет на потенциальных инвесторов. Что здесь живут нормальные люди, что это не депрессивный какой-то регион. Здесь нет депрессивного настроения, поэтому вот это всё очень важно. По-азиатски серьёзные корейские предприниматели сменили строгое выражение лица на добродушное, когда на себе ощутили сибирское гостеприимство. Вот уж чем мы точно богаты, да к это хлебом. Как оказалось, не самым привычным продуктом для Кореи. Привычки менялись на глазах. Голодным точно никто не остался. Да и уходя, все с уверенностью говорили, не прощайте, а до свидания, как залог дальнейшего сотрудничества и скорой встречи. Дмитрий Чашков, Владимир Кондратьев, Тюменское время.